Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Иркутской области КАМАЗ провалился в огромную яму, которую приехал засыпать. В Улан-Удэ студенты колледжа искусств устроили поножовщину со студентами Института культуры, и мужчина выбил дверь в церкви, чтобы поставить свечку. Вот Пасха прошла, а новости все-таки у нас немного безумные, но связанные с религией продолжаются. И так и будет продолжаться. Конечно. Ты же понимаешь, да? Ну что, дневной разворот. Светлана Занько. И Александр Асохин. Добрый день. Здравствуйте. Пройдемся по повестке. Второй час посвятим мы велосипедизации Кирова. Скоро лето, хотя за окном как-то это не очень заметно. Но наиболее отважные люди все-таки передвигаются на велосипедах. И вот с ними мы как раз и поговорим. Будет у нас в гостях Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области, а также Игорь Багин, активист движения «Красивый Киров», участник второго международного велосипедного конгресса, который прошел вот здесь совсем на днях в Москве. Буквально только что, да, закончился. Ну что, а первая тема? Да, замечательная первая тема у нас. Во-первых, наверняка все помнят, что у нас случится 22 апреля, что каждый год происходит 22 апреля. День рождения будет, да, человека, который для очень многих дорог, правда. И я, кстати, этих людей призываю сегодня звонить 211-101. 211-101. Мы говорим о том, что в этом году отмечается 147-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И вопрос мы ставим очень просто. Сносить или не сносить памятники вождю, коих в нашем городе. Но мы вот насчитали три. Ты знаешь, где? Первый памятник рядом с нами, недалеко, Театральная площадь. Да, ну тут уж да, не ошибаешься. Второй памятник – это площадь 20-го партсъезда. Да, у Эвитека. И если я не ошибаюсь, то еще один памятник на территории какого-то предприятия. Нововятского района. Может быть, на территории предприятия. Расскажите нам. Вот мы насчитали здесь Театральная площадь Эвитека, Нововятск. Может быть, вы еще знаете. У нас вот тут есть статистика, кстати говоря, по памятникам Ильичу в России и в других странах, которые ранее входили в Советский Союз. Мы по ней тоже пройдемся. Будем подключать людей, которые представлены в нашем политическом поле, чтобы они высказывались на этот счет тоже. Но прежде всего мы обращаемся к вам, жителям Кирова, сносить или не сносить памятники вождю. Что с ними вообще делать? Может быть, перемещать или оставить их в покое и не трогать? А может быть, почитать и поклоняться? 211-101 – это ваш выбор. Пожалуйста, нам сообщайте. Ну и также опрос на нашем сайте. И в группе ВКонтакте. Сейчас я смотрю ВКонтакте. Результаты предварительные. Памятники Ленину в Кирове надо сносить или не надо сносить? За вариант «не надо сносить» 73% проголосовавших. И даже есть комментарии «не вы его ставили». И без продолжения. А, уже прокомментировали. Да, комментируйте, продолжайте комментировать ВКонтакте. На сайте «хакирова.ру» за вариант «не надо сносить» проголосовало 86% ответивших. Но мы будем следить за тем, как движется наш опрос. Почему мы об этом говорим, мы уже сказали вам. Да, вот буквально через два дня будет день рождения Владимира Ильича Ленина. Но и к этой дате Левада Центр подготовил опрос, который как раз и посвящен двум постоянно муссирующимся в обществе опросам. Это что делать с памятниками и что делать, собственно говоря, с самим Владимиром Ильичем, который сейчас находится в мавзолее на Красной площади в Москве. Ты, кстати, был в мавзолее на Красной площади? Я не был по ряду причин. Первая причина – это потому что и большого интереса-то не было. Ну, можно сходить для галочки. А вторая причина – потому что, насколько я знаю, часто закрывали мавзолей на различные то ли ремонтные работы, то ли еще ничего. Как не приедешь, все время какие-то ремонтные работы. Поэтому я не бывал. А я была. Я была. Тебе хочу точно помнить, когда я была. Мне было 12 лет. Я летела в Артек. И как ты понимаешь, эта группа детей, которая направлялась в Артек через Москву, невозможно было там как-то каким-то образом мимо мавзолея Ленину провести. Вот мы тогда там были. И я, как пионерка и бывший октябренок, испытывала прямо трепет, ты знаешь, в мавзолее. Я очень серьезной была пионеркой, председатель Совета Дружины. Для меня это было событие тогда. Вот с тех пор я там ни разу не бывала. Ни разу не бывала. У меня какого-то там возмущения нахождение Ленина на Театральной площади и на Театральной площади, и в мавзолее. И на Красной площади. И такого категорического какого-то, знаешь, прямо что вот не могу прямо терпеть, что они тут вот находятся, не было никогда. Однако, когда к нам пришел в программу «Урбан» архитектор Павлов, не знаю, помнишь ты это или нет, но интернет не дает забыть. Я буквально у наших коллег на сайте «Первый источник» нашла новость от 5 февраля 2016 года. Они как раз нашего эфира сделали новость, что кировский архитектор Константин Павлов подготовил проект по реконструкции Театральной площади. Он тогда же ее представлял буквально через несколько дней на конференции «Стратегический девелопмент региона». И там была такая, значит, история, что он предлагал построить под Театральной площадью большие двухуровневые парковки, памятник переместить в сквер на Дзериндяево, ну, просто это за здание правительства вынести. С другой стороны правительства. А на месте памятника Ленину построить большой фонтан со скульптурной группой. Такой, знаешь, красотень такой вот поставить. Там фонтан, скульптурная группа, не знаю, чему там посвященная, не помню. Это смелый шаг, но все мы понимаем, что найдутся огромное количество людей, которые будут против даже самой идеи переместить памятник. А не знаю, а может быть, вот сейчас нам будут звонить 211-101, наголосовать, и будут говорить, что надо перемещать больше фонтанов красивых и разных. 211-101, пожалуйста, звоните. Давай мы сейчас подключим сразу же первого нашего спикера, попросим сейчас нашего продюсера позвонить Владимиру Костину, руководителю фракции ЛДПР в законодательном собрании Кировской области, и узнаем, что он думает по этому поводу. Ну, пока Владимир Сметанин набирается, я хочу сказать, что была совсем недавно еще одна инициатива, касаемо памятника Ленина на Театральной площади. Последователи Германа Стерлигова предложили снести. А что поставить, это уже не так важно. Можно и православный крест, можно и фонтан. Будет лучше и хуже не будет, заявили они. Вопрос тоже. Вот если православный крест, то кому будет лучше? Там тоже могут поспорить люди. У нас есть уже телефонный звонок. И Владимир Костин, насколько я понимаю, с нами на связи. Владимир, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот что вы думаете по поводу перемещений или сносов памятников Ленина в городе Кирове? Лично я не сторонник, потому как, если памятники установили, значит, люди на определенный момент времени этого хотели. Как мне кажется, не так много времени прошло для того, чтобы принимать такие радикальные решения. Памятники сносить, переносить и так далее. А сколько должно пройти лет? Знаете, вот мы с вами помним Советский Союз, детища Ленина. Это мы с вами, Владимир, помним. А вот Александр Рассохин не помнит. Ну вот, наверное, когда соберется, большое количество людей, которые в Советском Союзе не жили, которые не помнят, кто такой Ленин, наверное, они озадачатся вопросом, а что за памятник стоит у нас на театральной площади? Кто этот человек и достоин ли он здесь находиться, вот этот самый памятник? То есть это вопрос следующего поколения, на мой взгляд. Ну вот тенденция последних 20, можно сказать, 20-30 лет, все-таки количество памятников и в России, и в странах ближайшего зарубежья уменьшается. И в России даже с 7 до 6 тысяч. И у нас в городе вот три памятника. Может быть тогда обсудить вопрос уменьшения их количества? Или этот вопрос тоже рано еще поднимать? Вот этот вопрос, на самом деле, назреет, наверное, совсем скоро, потому как резонно спросить. Вот Ленина у нас, наверное, в каждом городе не по одному памятнику присутствует. И есть ли в российской истории деятели, которые сделали, ну как минимум не меньше для страны, наверняка и больше? Безусловно, есть. Есть ли такое количество памятников этим людям? Наверное, нет. Но вот здесь и выбор стоит. Какие памятники оставлять, какие убирать? Это же дискуссионный вопрос. Вот еще раз говорю, на мой взгляд, это вопрос дискуссии, конечно же, но дискуссии следующего поколения. Причем следующее поколение этим озадачится, как мне кажется, лет через 10-15. Хорошо, через 10-15 лет. Вот мы услышали, значит, да, время. А все-таки, вот вы говорите, людей, которые сделали не меньше для страны, чем Ленин. Ведь еще вопрос, что сделали? И здесь отношения у россиян, согласно опросу Леводоцентра, на который мы сегодня ссылаемся, он совершенно свежий, мнения разошлись. Потому что есть мнение, что Владимир Ильич, значит, его деятельность хороша была для России, да и вывела ее на новый путь, а кто-то уверен, что он погубил просто государство. А вы какой точки зрения придерживаете? Я точно не отношусь к первым людям, да, которые отвечали, что это прям самый великий деятель России. Да, и вывел страну на путь прогресса и справедливости, как считает 23% россиян. Ну, вот 23% россиян, наверное, активно участвовали в установке памятников Ленину, которые сейчас по всей стране стоят. Эти люди до сих пор живы. Безусловно, Ленина слишком много, безусловно. Другое дело, если мы сейчас начнем активно убирать памятники по всей стране, это будет неправильно. То есть какая-то преемственность в любом случае должна быть. Неправильно было ставить эти памятники повсеместно по всей стране и навязывать точку зрения. Но тогда она была, конечно же, общепринятая, о том, что Ленин — это вождь народов, и вот он должен стоять на всех главных площадях. Хорошо, последний вопрос. Может быть, Петр должен у нас стоять. А, Петр Первый вы имеете. Может быть. Может быть. То есть вот это вопрос дискуссии. Убрать Ленина, ну, как бы там фонтан поставить, ну, наверное, забыть часть своей истории. Это тоже неправильно. То есть вы против того, чтобы с театральной площади Ленин был убран, перенесен куда-то, а тут фонтан, значит, разбили? Завтра, если это случится, точно против. Точно против. Если мы к этому вопросу вернемся, подключив тех людей, которые не жили при Советском Союзе, то есть лет через 15, я думаю, это будет самое правильное решение. Спасибо. Спасибо. Владимир Костин, руководитель фракции ЛДПР, законодательным собранием Кировской области. Мы прорвемся сейчас буквально на полминуты. 211-101. Дозвоните, высказывайтесь. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 147-летие со дня рождения Владимира Ленина. 22 апреля через два дня буквально будут отмечать люди, которые считают, что Ленин внес серьезный вклад в развитие нашей страны. Сносить или не сносить памятники вождю? Вопрос, который обсуждается каждый год и, может быть, даже каждый день. И мы тоже задаем вам такой вопрос, слушатели 211-101. Что делать с памятниками Ленина конкретно в городе Кирове? Ну, если вы шире шагнете, то и вообще в стране. Потому что, как сказал Александр Асохин, еще в 1991 году в России насчитывалось около 7 тысяч памятников Ильичу. И вот уже на июнь 2016 года их стало 6 тысяч. Я не знаю, с чем связано такое уменьшение. Мне почему-то кажется, что с объективным старением самих памятников просто они разрушаются и все. Потому что я не слышала, что где-то бы в России как-то так, как на Украине... Где было 5500 памятников. Осталось 900, да? Ну, понятно, какие события повлияли. Да-да-да, чтобы как на Украине было повсеместное уничтожение, ликвидация этих самых памятников. Но на самом деле эти цифры, они, я не думаю, что объективны, потому что огромное количество памятников просто неизвестно где и как. У нас страна очень большая, огромная. И в этом материале как раз указано, что достоверно сказать, сколько памятников нельзя. Ну и стоит отметить, что вот в Кирове мы назвали 3 памятника. А вот на самом деле их было больше, и нам в этом помогает сайт Пешком Повятки. Рассказывает о том, что, например, вот голова, которая, голова Ильича на площади 20-го партсъезда, она появилась только в 81-м году, а раньше там стоял непосредственно сам памятник. Голова с того же памятника, нет? Нет. И разные скульпторы этим занимались. Также был памятник, один из первых, на театральной площади, когда еще было старое здание театра в 33-м году. Потом уже через несколько лет демонтировали. Уже до вокзала был памятник. Уже до вокзала. В Александровском саду в Беседке. У ДК Родина. Огромное количество. У Северной поликлиники. В общем, кому интересно, Пешком Повятки, в сквере у Октября. И как-то вот они исчезли тогда, и ничего вроде? Они на самом деле исчезали необычным способом. То есть, ну как необычным, просто люди с утра проснулись, а памятника нет. А вопросы, кому задавать, зачем задавать, тогда было не принято. 211-101, звоните и высказывайте, что делать с памятниками Ленину в нашем городе. Вот слушательница есть уже у нас на связи. Алло, добрый день. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Галина Александровна. Что вы думаете по этому поводу, Галина Александровна? Я, во-первых, думаю. Во-первых, это наша история. Если сносить, то снести надо пирамиды, хеопсы, снести надо Кремль, снести надо старые дома. Это история. А кто не помнит свое прошлое, то памяти нет, ведь памяти нет. Я не то, что там Советский Союз, что-то, чего-то, но это история. Люди будут, ну как, снесли Ленина, ну сносите. Дальше что? Ну дальше вот фонтан, например, фонтан вместо Ленина. Или предложили Петра Первого. Петра Первого предложили. Что это фонтан дает? Ну эстетическое оформление города. Все. А что? Хорошо. Которым собираются птицы. Я, например, против сноса Ленина и против мавзолей. Это тоже история наша. Историю нужно сохранить. Нужно беречь нашу историю. Мало ли, что в какой стране что-то там застреляли, любили. Но надо беречь свою историю. Я за это. Любую историю. Даже самые темные страницы этой истории. А где не было темных? Везде были темные. Вспомните Францию. Вспомните, ну любую страну. Везде темные. Так спасибо. В темные времена государство бесплатно учило. Вот все вот эти фортографы, которые сейчас, они все бесплатно учились? Они все квартиры бесплатно получили? Что вы говорите-то? Мы-то ничего не говорим. То есть вы считаете, что все те позитивные вещи, которые давал Советский Союз, россияне имели, то есть люди советской страны имели благодаря Владимиру Ильичу Ленину? Ну почему? Его идеям. Одна вся система. Система, которая... Это была система. Это надо было правильно читать Карла Маркса Энгельса. Ведь идея-то была хорошая. А идею-то загубили. Загубили вот люди, которые все заворовались. Вот сейчас-то ведь. Куда? Какая идея-то? Идеи-то нет. Город в грязи. Воруют. Губернаторы заворвались. Погрязли все в взяточниках. А что вы говорите, а? Где история-то? Где светлые времена? А сейчас что? Светлое время? Да сейчас самое темное. Сейчас хуже 37-го года. Понятно. Всех пересадили, надо и не надо. Всех ловят, всех не ловят. О, понятно. В общем, я против. Все, спасибо, принято. Все, пожалуйста. 211-101. Слушатели, высказывайте, что делать с памятниками Ленину в нашем городе и в стране. Ну вот даже шире можно брать, да, что вообще в стране происходит. Слушатели, высказывайте. Ну вот здесь интересный тоже момент. Сохраняем памятник Ленину. С другой стороны, в советские времена уничтожались памятники архитектуры и памятники людям. Так что... Ну да, да, 211-101. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, памятников было больше. И несмотря на то, что это наша история, памятники Ленину в городе Кирове исчезали, как вот рассказывает нам пешком Повятки, просто за ночь, даже в советское время. Их стало тогда меньше. В 90-е еще гораздо уменьшилось количество этих памятников. Ну вот сейчас мы с Сашей насчитали три. Подсказывайте нам, где еще их можно увидеть в Кирове. У нас слушатель. Алло, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Севолод. Слушаем вас, Севолод. Ну я за то, чтобы снести... Почему? Вот сейчас была слушательница, которая категорически против, аргументировала это тем, что эту историю ее нужно сохранять. Ну, она, во-первых, высказывалась по поводу, что коммунизм хорошая идея, но это утопичная идея. И поэтому памятник фантазера, думаю, что не нужен. А сколько вам лет всего? 36. Просто, чтобы понимать, до какого поколения, очевидно, что наши слушательницы все-таки поколения сельскох. Вы застали. Хорошо. Снести повсеместно, абсолютно, или что-то сохранить имеет смысл? Сохранить, если в качестве музея, в качестве... Музейного экспоната? Экспоната, да. А вы, получается, были пионером и, наверное, посещали Мавзолей? Ну, меня вот не приняли, к сожалению, пионерами, но я застал. В Мавзолее бывали? В Мавзолее не был. Так же, как вы, не бывал. Понятно. Хотя, ради интереса, ходить хотел. Сохранить памятник Ленину, поставить какому-нибудь музей, как музейный экспонат, и таким образом сохранять память и историю, да? А что вы предполагаете, например, на той же театральной площади, если убрать памятник Ленина? Ну, более исторические какие-то фигуры, которые внесли хороший вклад, положительный. Куда? Можно же даже сделать, например, памятник политическим репрессиям. А, а поставить памятник? Понятно. Все, спасибо. Будет какой-то противовес тогда. Спасибо. Ленин постоял, а потом, значит, памятник людям пострадавшим. Но на главной площади, наверное, такой негативный посыл тоже. А вот видишь, вот у нас какие крайности. Вот такие у нас крайности. 211-101, звоните, ну, это вот все, да, мнение. Уже два поколения мы застали. Хорошо бы поколение 20-летних высказалось по этому поводу. 211-101, что делать с памятниками Ленина в Кирове конкретно и повсеместно. Мы говорим об этом, потому что 22 апреля, через два дня, день рождения Владимира Ильича. И, между прочим, согласно опросу Левада-центра, 79% россиян против сноса памятников Ленину, а 14% согласны с тем, что их нужно снести. Владимир Костин, возможно, прав, да, с которым мы разговаривали, лидер фракции ЛДПР в ЗАГС-собрании, что лет через 10-15, возможно. Я не знаю, еще ли рано. Я-то бы переместила куда-нибудь. Я согласна с нашим слушателем, который позвонил к музею. На самом деле в Москве же есть такое некое кладбище памятников, где там огромное количество тех же Ленинов и прочее, прочее, прочее. Все мы помним, например, как памятник Маршулка у него появился у нас тоже. Поэтому идея где-то их, не знаю, правильно, неправильно будет сказать, коллекционировать, собирать, хранить. Она тебе нравится? Она мне нравится. То есть, на самом деле, я хочу сходить на это, говорят, кладбище памятников в Москве существует. Я вот там не был, и у меня огромное желание там. Тебе было бы интересно. Мне было бы интересно. Тебе было бы интересно. Это уже история. Вот это уже история. Саш, вместе с памятниками Ленину и прочим деятелям Советского Союза должны исчезнуть ведь и названия улиц соответствующие, которые в каждом городе повторяются в таком случае. Ну, это один из моментов истории. И, может быть, что-то стоит сохранить, а что-то убрать. Тоже один из вариантов. Давай еще один звонок примем. У нас на линии Вячеслав Тимченко, член Совета Федерации от Кировской области. Вячеслав Степанович, здравствуйте. Добрый день. Вот 147 лет исполняется Владимировичу Ленину и вновь поднимается вопрос сносить или не сносить памятники вождю. В частности, в Кирове. Как вы относитесь... Сносить, перемещать, сохранять и прочее. Как вы думаете... Я считаю, что любой памятник, любой памятник, это память нашей истории, какой бы она ни была. И сносить памятник, это как чувство, то государство, которое не чтит историю, не имеет будущего. Я думаю, что сносить, переносить, ни в коем случае нельзя. Единственное, можно будет рассматривать просто переносить, если это является угрозой для жизни, для окружающих, то есть находится в аварийном состоянии, то есть можно будет находиться в зоне провала возможного. Тогда можно памятник переносить, но ни в коем случае не сносить. Вот идея о переносе памятников Ленину, превращение их все-таки в музейные какие-то экспонаты, все-таки подкрепляется тем, что люди говорят, что это то прошлое, от которого хочется отказаться не как от самого там человека, а в силу того, что вроде бы как нас тянет это как-то назад. Постоянно на каждой центральной площади каждого города стоит Владимир Ильич, и вроде бы ничего вокруг не меняется. Да, была разруха, грязь, она и осталась. И возможно, нам пора уже отказаться от этого и что-то современное, новое, передовое. Ну знаете, безусловно, новая среда хорошо, но я не считаю, что наличие памятников, в том числе памятников Владимира Ильича Ленина, это наличие там, что-нибудь назад или к разрухе. Важно преодолеть разруху, прежде всего разруху в наших умах, в нашей памяти, и ни в коем случае не забывать память. То есть память нужно сделать выводы, память нужно чтить и соблюдать нужно. А с точки зрения назначения памятника, если целесообразно большинство населения посчитает создать музейный комплекс, не в том месте, если находится памятник Ленину, а где-то в достойном месте, где могут приходить и ветераны, и молодое поколение, дабы вспомнить нашу историю, дабы еще раз подчеркнуть те позитивные моменты, которые были в нашей истории. Ведь у нас в нашей истории были не только негативные моменты, но и положительные моменты, поэтому истории нужно чтить. То есть вы за сохранение памятников Ленину, но не против перемещения и создания неких музейных комплексов? Я не против, но память, 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 да. Если люди почитают, необходимо, если мнение большинство почитает, если необходимо создать комплекс, где-то в другом месте, но достойно подчеркиваю. Я бы не поддержал такую идею. Но носить или забывать, зачеркать память, нельзя ни в коем случае. Спасибо. Вячеслав Степанович, вот еще вопрос касаемо Мавзолея. Опять же, Левада-центр провела социологический опрос и выяснила, что более половины россиян, что тело Ленина нужно захоронить. 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов уверены, что тело Ленина нужно оставить в Мавзолее. Вы считаете, Мавзолей должен сохраниться вот в том виде, в котором сейчас находится? Мы христиане, чисто по-христиански, по-человечески, тело должно быть придано в земле. Что касается именно терм Ленина, здесь вопрос достаточно неоднозначный. В любом случае, Мавзолей, как Мавзолей, должен быть сохранен. Но если будет опять-таки, по мнению большинства, принять решение за захоронение, я думаю, что можно было захоронить и при Ленинской стены, либо в ином почетном месте, где у нас подвезли за хоронение великих людей России, меньших застольный вклад в историю нашей страны, и тех людей, которыми мы гордимся. Ясно. Спасибо большое. Вячеслав Степанович Тимченко, член Совета Федерации от Кировской области, был у нас на линии. Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, а дальше продолжим обсуждать судьбу памятников Ленина, в том числе и в нашем городе. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 79% россиян против сноса памятников Ленину, а 14% согласны с тем, что их нужно снести, затрудняется ответить. 8% респондентов, это согласно опросу Левада-центра, который он провел буквально на днях. Мы обращаемся к вам, кировчане, 211-101. Мы обращаемся к вам. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли сносить памятники Ленину? Может быть, перемещать, превращать их в музейные экспонаты, таким образом площади наших городов как-то изменяя, и давая возможность менять архитектурный облик, как-то осовременивать. При этом сохраняя историю. При этом сохраняя историю в музеях, например, или какими-то другими способами вы можете предлагать. 211-101, у нас прямой эфир. Пожалуйста, высказывайтесь. Вот были у нас, звучали различные мнения, в том числе, как ты уже сказала, и сохранять памятники, где они находятся сейчас, и мавзолей сохранять, все оставлять в первозданном виде. Либо это перемещать, создавать какие-то музейные экспонаты. Что вы думаете? Высказывайтесь 211-101. И у нас на линии лидер кировских коммунистов Сергей Павлинич Мамаев. Сергей Павлинич, здравствуйте. Добрый день. Ну, мы все понимаем, что коммунистическая партия против, конечно же, этой инициативы по сносу. Да, но вот звучат предложения, если это превращать в какие-то музейные, может быть, комплексы, и перемещать памятники, хотя бы часть, не все, а часть. Что вы думаете по этому поводу? Я по этому поводу. Это полный абсурд, с моей точки зрения. Это те люди, которые высказываются, которые не помнят истории, не помнят тех великих перемен, которые были в прошедшей эпохе, связанные с Владимиром Лениным. И, по сути дела, сегодня весь мир его ценит и уважает. И памятники никто нигде в Европе даже не переносит. А начали переносить, убирать эти памятники, знаете где? На Украине. Что сегодня там происходит на Украине, всем это известно. Это так называемая русофобия и антисоветизм. Сегодня навязываются нашим людям на территории Российской Федерации. Это полный абсурд, с моей точки зрения. Да, Сергей Павлович, ну вот немножко все-таки поправка. Согласно статистике, в дальнем зарубежье с 91-го года сократилось количество памятников со 150 до 25. И в других странах бывшего Советского Союза постоянно сокращается их количество, в том числе и в России. У нас вопрос, Саша, все-таки такой предметный. Если лет через 5, 10, 15, когда произойдет еще смена поколений, люди скажут, давайте менять облик города, давайте как-то обновлять площади и прочее. Вот в это время, при общем решении народа, коммунисты, вы согласились бы с тем, что, например, площадь Ивитек может быть преобразована, а памятник Ленину перенесен в какой-то музейный комплекс. Площадь театральная может быть преобразована, памятник Ленину перенесен в какой-то музейный комплекс. Нет, я с этим не согласен. Те люди, которые обличают историю, они ее не изучают и не знают. Только так могут поступить. Я думаю, что и наши потомки, те, которые будут, и поколения после нас, они этого не позволят. Потому что это наша история, мы ей должны гордиться, мы ее должны, так сказать, изучать, а не обличать. Еще раз хочу подчеркнуть. Дело в том, что это целая эпоха, и эту эпоху еще многие будут изучать и будут восторгаться этой эпохой. Поэтому это символы этой эпохи. Ведь вы заедете в ту же Европу, посмотрите. Связано, так сказать, в Европе с теми же, так сказать, символами разных, так сказать, исторических моментов, которые, в общем-то, в разные эпохи были. И никто их не сносит и не переносит. А то, что касается сегодня именно русофобии и антисоветизма, который идет, и не только ведь у нас, и в Европе, например, в Польше. В Польше мы ее освободили. Сергей Фалинович, мы поняли, но последний совершенно короткий вопрос. Время программы просто очень сильно ограничено. Речь-то не идет о том, чтобы уничтожить полностью памятники Ленину. А речь идет о том, что у нас в России их там 6 тысяч, например. Ну и что? Это неплохо. А в Белоруссии 400. Хорошо. 6 тысяч это неплохо, пусть все остаются. Это Сергей Мамаев. И надо за ними ухаживать. И надо за ними ухаживать. И поддерживать. Да. Лидер фракции КПРФ в Кировской области. Спасибо. Спасибо вам. 211.1. Есть еще время, слушатели, чтобы вы высказывались по этому поводу. Что делать с памятниками Ленина в городе Кирове конкретно и, может быть, в стране. Напомню, что их сейчас по разным подсчетам около 6 тысяч во всей стране. Совершенно. Я вот согласна здесь с Сергеем Мамаевым, что нужно сохранять, конечно, бы память. Мы с тобой уже, Саша, по этому поводу высказали. Что вполне себе в музейных исторических комплексах речь идет о каком-нибудь безумном, на мой взгляд, количестве. Просто памятник, который в свое время существовал и до сих пор остается. Мы понимаем, что если даже часть этих памятников куда-то уберут, еще что-то с ними произойдет, история, она никуда из учебников не пропадет. И в связи с тем, что памятник куда-то переместят, в какой-то музейный комплекс, я не думаю, что люди забудут о том, что был такой Владимир Ильич Ленин. А вдруг мы что-то потеряем, Саша? Вот если с каждой площади каждого города Российской Федерации исчезнет памятник Ленину, что произойдет с нашей страной? Ну, мы знаем, как памятники и после революции сносились, и различные здания архитектурные памятники. К Дзержинскому после перестройки точно так же сносили. И ничего этих людей помнят. Может быть, меньше. Но так и другая система пришла. А вот это интересно, понимаешь, вопрос. Что случится со страной, если памятники Ленина исчезнут со всех площадей в количестве 6 тысяч штук? Или их станет 60, а не 6 тысяч. Вот лично, я считаю, вопрос нужно поднимать не через 10-15 лет, а чуть попозже, когда уже будет совсем новое поколение. И вот этого оттенка прошлого, советского прошлого уже не будет. И люди, я думаю, что будут готовы перемещать это и разумно это делать. Не сносить, а именно перемещать куда-то. У нас есть телефонный звонок. Да, у нас есть слушатели. Алло, здравствуйте. Добрый день. Мова Казаков беспокоит Астамин Николаевич. Слушаем вас. Потрясающая тема сегодня. Даже ради этого. На обочину стал, чтобы до вас зазониться, в общем-то. Вот только что выступал гражданин Мамаев. Вот, честно говоря, про Европу говорил, все остальное, в общем-то. Давайте порассуждаем так. Конечно, Ленин – это не Сталин. Но идеологию, что он создал, и всю эту систему, человека-ненавистничеству, она проклята, в общем-то, многими людьми в нашей стране. И не десятками. В общем-то, в Европе нет нигде памятника Гитлеру и гитлеризму. Почему у нас, в общем-то, памятник этому идолу стоит в каждом городе? Это гонитное чучело на нашей театральной площади. Мамаев и вся их, так сказать, красная клетка не покаялись за убийство безвинное Николая Второго, за свержение царских памятников. А сейчас он пытается пыжиться, ухаживать за памятниками. Пусть спонсируют за свои деньги, пожалуйста. Я говорю как историк. Я магистру заканчиваю в ГАДГО. Я историк с пяти лет увлекаюсь историей. Я знаю ее прекрасно. И не надо говорить о антисоветизме, о русофобии. Я сам еврей, но я любому за оскорбление русского горла перегрызу. Здесь никакого русофобии нет. Это просто памятник поганой идеологии. Ленин – это страшная вещь. Это страшное даже название. Памятников этому идолу в нашей стране, в нашем Красной Вятке быть не должно. По этой точке зрения. В этой части мы поняли. А как вы считаете, стоит ли все-таки что-то сохранить, переместив это в музейные какие-то комплексы исторические? Музейные, пожалуйста. А как вы думаете, мы тут задались вопросом буквально до вашего звонка, что случится со страной, если вдруг вот эти все 6 тысяч памятников исчезнут с центральных площадей городов России? Я отвечу так, несколько веков это. Очень давно, лет так 29 назад, я был на заседании клуба в русской библиотеке. Речь шла о переименовании Кирова в Вятку. Выступал какой-то поп. Я поповщину не очень-то люблю, но скажу его словами. Вот если памятников не будет, мы морально очистимся. Плохого ничего не случится. Люди к всему привыкают. Тем более к хорошему нужно привыкать. Ленин – это очень плохо. Это очень-очень плохо. Спасибо, мы вас поняли. 211-101, есть еще буквально пара минут, может кто-то прорвется тоже со своим мнением. Ну а вообще есть смысл и вторую часть тоже опроса Леводоцентра озвучить, наверное. Эта часть посвящена тому, что думают жители о роли личности Ленина. Ну слушатель звонит, давай приоритете слушатель. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаете, что хотела бы? Представьтесь, пожалуйста. Я хотела бы, если кто хочет, чтобы референдум был. Референдум? Да, как это в порядке? Кто за, кто против, там будет видно. Но я считаю, что со временем все равно памятник уберут. Это история, есть история. На месте ничего не стоит. А сами-то вы какой точки зрения придерживаетесь? Ну я считаю, если будут все за, чтобы убрали, я против ничего иметь не буду. И я считаю, пусть его уберут куда-нибудь, пусть он стоит, пусть в музее стоит. С театральной площади. А что вы хотите на театральной площади увидеть вместо памятника Ленина? Увидеть? Ну я не знаю, но у нас же очень много в Вятке людей, которых можно увлековечить. Другого почетного человека, который связан с Вяткой. Да, конечно, который очень давно, не современного, а который какой-нибудь. Уже точно заслуженный, да, всеми историками изученный. Да, или композитор, или художник. Понятно, художник или композитор. Конечно, еще кто-нибудь. Спасибо большое. Итак, для России доля россиян, включающий положительный вклад Владимира Ленина в историю страны, выросла с 2006 года с 40 до 56%. Вот такая вот история у нас нынче сложилась в программе «Дневной разворот». Мы заканчиваем первую часть. Опрос я предлагаю подвести. 75% все так же считают, что не нужно сносить это ВКонтакте. Сильно поменялись результаты на сайте хакеро.ру. Да, надо сносить 82%.